Девочки, сегодня такой дождь. Часа два назад вообще был град сильный. Кристина побежала котиков своих спасать. Они где-то на улице гуляют и одеть куточку. Я сейчас дочку с английского забью и отвезу к бабушке, а мы пойдем дальше с Кристией работать. Ну, погодка вообще мокрая. Везде по колено лужи и, знаете, прям даже не стекают. Они прям стоят по щиколотку. Кушать с Кристиной будем кашу, сардину и квашеную капусту. Кушать с Кристиной будем макайоны, грибы, болгарский перец и немножко курицы. Кушать с Кристиной будем по одной голени, по полпачки куэга и салаты свежих овощей с луком, петрушкой, зеленью, немножко оливкового масла. Всем привет! Вы на канале Сестры и Цептели. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы с сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Мы не ходим дальше. Мы спрятались от дождя, чтобы там весь день льет. Был ливень и не только. Света, наверное, уже все рассказала. Град, ливень. Прибежала я домой, нашла котиков. С бегемота прямо вода текла и прямо с бороды. Я их занесла домой. Обух обтерла. Все дома остались? Нет. Я их покормила. И они так на меня посмотрели. Давай просить на улицу. На улице 8, плюс 20. Я говорю, что пойдете? Обычно вот так бур-бур-бур. Что-то там мне ответил. Типа я не собирался дома сидеть. Прямо такое лицо нагленькое было. Ну что, он на улицу опять ушел? Да. Так он начал так бозлать. Я говорю, ну иди ради бога. И опять дождь пошел. Этот кот манипулятор просто. А дочка там где? В Оркуте? Там у нас в кофточках, в футболочках? Там жарко. Она сказала, плюс 25. Странная погодка вообще в этом воде. Мы тут замерзли немного. Девочки задают нам различные вопросики. А бегать вы больше не будете? Собаки этим не кормят. Только мясом. Бегать, конечно, будем. Просто погода сейчас такая. Завтра планируем опять побежать. Да, да, да. Просто мы с самого утра... Мы же сегодня встали в 6, в 7 договорились встретиться. В 7 пошел ливень. Мы перенесли. Ну, сегодня весь день идет. И весь день идет. Вот уже вечер и продолжается дождик. Понятно, что это многие напишут. Дождь это не отмазка. Ну, он просто не дождь, он ливень. У нас, нам не хочется в такую погоду бегать. Отмазка это лимит. Я не хочу в такой погоде бегать. Честное слово. А просто вот так по кругу дома не получается. Вот и все. Так, собак этим не кормят. Только мясом. А для кого тогда этот корм придумали? И собачка на нем нарисована. Ну, может быть, эти породы не кормят. Ну, как бы уличное, что было, то мы им дали. Я думала, что все равно это лучше, чем совсем ничего не дали. Девочки, многие не могут есть сырые овощи. Вздутие от сырых овощей. Татьяна пишет. Не знаю, в овощи как бы всегда полезны есть овощи сырые. У меня было вздутие раньше, когда я ела в основном углеводы. Помните, я вам говорила, что я ела побольше макарон, там, эти котлетки, яйцо жареное. И ложила такой кусочек огурчика, например, маленький-маленький. А потом, когда мы со Светой завели канал, ну, устали уже сниматься, и я поменяла рацион, и стало есть очень много овощей. У меня прямо бурило в животе. Такой-нибудь, такой струк. Ну, ты жаловалась-то без конца. Что у меня всё время болело. А сейчас у них нет этого ничего. Да, вы почитайте, что оказывается, так долго меняется микрофлора. Многие блогеры, которые тоже говорили, что поменяли больше сырых овощей, сделали, что настолько прямо некоторые ходят проверяться, боятся, что в животе что-то заболело. Потому что вообще полностью меняется микрофлора кишечника. И это большие сложности, конечно. Там и вздутие, и такое было, и то как будто затошнило немножко, то как будто бок заколол. А ну-ка, всю жизнь по одному принципу питался человек, и тут он внедряет сырые овощи. То они были какие-то то паленые, то маленький кусочек, а тут получилось, варёного уменьшилось, и очень-очень много сырых. Там ферменты другие, там такая движуха началась в кишечнике, конечно, оно всё бурлит. Я просто всегда овощи свои ела, даже там, допустим, если нет денег на год свист, помидорами, просто моряковку, трёшь капусту и что-нибудь такое. И вот такой таз. Таз, да, большой таз, но мне никогда не болело ничего. Я просто помню, что свито всегда вот такой таз съедает. А без этих овощей мне даже как-то плоховато съедает. И я теперь-то знаю, что надо было есть таз овощей. Метаболизм лучше, когда ты таз овощей этот съедаешь, чем ты таз котлет съедаешь. Так что лучше, девчата, ешьте много овощей. Может, поначалу будет булить, но потом будет хорошо. И Лена напишет, девочки, а почему вы утром не кушаете йогурт? Три-пять с овсяными хлопьями, туда яблочко, грецкий орех. Очень вкусно, это у меня такой завтрак. Очень вкусно. У меня уже слюнки потекли, буду делать такой завтрак. Я люблю иногда сладенькое, к твоему добавить на слив, чуть-чуть сахаром присыпать, из кофе тоже что-то наподобие. Конечно, это совсем дай бог. Но что-то такое. Можно и такую папу-бой, вкусненько. Мне после такого ей захочется. Там яблоко, йогурт. Лучше котлета там все-нибудь. Макароны, котлета. Там по яблоку тоже ввели дискуссию. Вот дальше пишет девочка. После яблока и я хочу кушать. Но недавно слышала от какого-то доктора, после яблока надо выпивать стакан воды. Я попробовала, действительно, жрать не хочется. Ну... Но у меня, знаете, как я попробовала, это мне уже давно, недавно девочка писала, выпей стакан воды, я выпила. Но через минут 10, когда стакан воды-то, вода-то уже ушла, а яблоко-то там осталось. И мне все равно после яблока захотелось есть. Ну, я уже говорила, что после яблок у меня прямо такой жуткий-жуткий аппетит. Поэтому театрологи говорят, его только после основного приема пищи нужно кушать, это яблоко. А не на отдельно. Ну, не между приемами. А я вообще делаю... А после? На десерт. Я хоть снимаю, что я на десерт, но вначале я начинаю с яблока, поела, а потом обед ем. Какая хитренькая. Ну, мне потом тогда уж точно не хочется есть. А мне на колодный желудок я не могу это яблоко есть. Только уже потом. Да? Ну, все какие люди разные. Яна Четин Волочек сидит. Она сказала, чтобы домой принесла. Ну, хорошо. Забыли. Ее любимые. Как же она будет спать потом? Дальше. Пишет какая-то нам девочка. Только я нету имени. Вот вы страшно картавите. Эр капсом. И не стыдно вести канал с такой дикцией. Вам мало хейтеров? Достаточно. С вами прямо вот так. Нет. Не стыдно вообще. Я же не лезу на какое-нибудь телевидение. Это лишь наш канал. По похудению. Так иногда на телевидении посмотришь. Там и шепелявят, и картавят. И громко, быстро, быстро, быстро говорят. Сейчас даже на телевидении пускают разные. Так что я не умничаю, не лезу никуда в научные передачи. Я просто веду канал свой личик по похудению. Так что здесь я могу и картавить, и говорить неправильно, и так далее. И вас мы заблокировали. Можете писать с другого аккаунта. Я вас запомнила. Я вас найду. Из-под земли достану. Плохо, что найти нельзя. Да не блокировали мы никого. Или ты заблокировала? Конечно нет. Зачем? Чтобы опять это все слушать. Да. Поправляется не от продуктов, а от количества съеденного. Ну это конечно. Мы с вами сто пацетов согласны. Именно от количества. Главное не передать. Потому что даже если бы Света, например, разбирая на ее еду. Даже если бы я ела булочки. Если бы она ела одну булку в день, она бы никогда не поправила. Да даже если бы я тебе две булки ела. И потом в обед две. Мы же считали пять. Ну и даже если бы я эти пять булок бы ела, мне кажется, если бы я на ночь не ела, то ничего бы не пояснила. Ты же мало съела, да? Ну конечно, я потом домой же приходила, я ужинала. Хорошо ужинала. Прям хорошо. Хорошо. И вот этот ужин, он шел в плюс. Это шло поездом этот, в каваж. А ужин был уже в набор веса. Ну да. Сто пацетов. Там же что же, со сладостями ужин был. С соленостью. Хорошо, что я думаю, что не жарят чебуреки. А то и раньше еще поначалу, мы с Андрюхой только поженились, я помню, мы делали с Машей пиццы и всякие пирожки. Хорошо, что детишки у тебя были все съехались. А то мы уже в дом бы не влазили, не входили. Блинчики все с мясом, с начинкой. Пироги с рыбой, с курицей запекали в духовке, что только не делали. Вот Маша хорошо, она худенькая. Она вот 52 килограмма как есть, так и есть. И мне как-то она никогда не поправится, хотя я думала, что Андрей никогда не поправится. Ну, поправился. Ну, посмотрим. Жизнь потом покажет. Да, у нас еще как бы у тебя подросток. Ну, ей 22 года уже. Ну, уже все. Нет, в этом возрасте еще очень хороший метаболизм. Все, что ты не ешь. Я до 26 еще была в нормальном состоянии. Дальше. Девочки, вы такие умницы. Худею вместе с вами. Вес был 82,5, а сейчас 75. Хочу 65. Умничка. Все в наших руках по силой воли. Умница. Да. Ой, я вчера пошла по улице, увидела, как все издеваются, в платьишках ходят. Прибежала Кристине, говорю, все, надо соочно, соочно худеть. А Кристина такая, ты что, увидела девчат в платье? Я говорю, да. Одна девочка пишет, Кристина, если у тебя пока нет мотоцикла, может, ты купишь себе вначале самокат? Она, кстати, предлагала самокат. Я просто подумала, что я, наверное, буду комична на самокате. Да нет, сейчас все на самокатах ездят вообще. Я вначале, Света, позавчера рассказывала про самокат, что будет, наверное, потешаться над такой тетенькой. И тут же проезжает какой-то мужик с бородой и такой за 120 килограмм на вот таком маленьком самокатике. Да все сейчас на самокатах ездят. И никто на него странно не смотрел. Конечно. Я думаю, даже если я заведу себе самокат, не буду я ужасно на него выглядеть. Нет. Мы девочкам тогда поснимаем и себе самокат куплю. Да ты хоть, вот, на паракат дают, хотя бы прокатись, а то, может, тебе не дано. Я же когда-то ездила в школу на одну мини лыжи. Я думаю, это похоже, наверное. Тогда получится. Так же и надо будет держать этот равновесие на одной ноге. Тогда я ездила очень хорошо в школе. Ну, тогда покупай самокат. Нет, надо все-таки, наверное, вначале попробовать. Ну да. А потом уже говорить, нужно ли мне или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok